Здравствуйте, мы беседуем с Дарьей. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Мы поговорим сегодня о психическом, психологическом здоровье. Дело в том, что мы оба не здоровы с Дашей. И мы подозреваем, что многие вокруг нас тоже не совсем здоровы. Так и есть, это правда, потому что на самом деле все люди невротики в какой-то той или иной степени. Нет такого человека, который не был бы невротик. Есть люди, которые просто больше, у них это больше проигрывается и раскрывается с учетом детства, с учетом того, насколько они восприимчивы и чувствительны к каким-то внешним факторам, каких-то внешних потрясениях и все такое. Есть люди, у которых это проигрывается меньше. И они, ну и они, получается, это, скорее всего, те люди, которые думают, что они, наверное, здоровы. Но, скорее всего, всем они против. То есть это, наверное, сказывается на каких-то... Ну, давайте как бы сделаем координатную сетку, в каком ракурсе мы разговариваем. Начнем с медицинского. Для медицины все-таки есть норма. Психиатрия действительно имеет определенные критерии диагностики. Для этого даже существует специальный справочник международный диагностический, который обновляется периодически. И обычно по совокупности симптомов ставится диагноз. Редко, когда диагноз ставится на основании одного какого-то симптома. Обычно это идет как бы целая серия симптомов. И достаточно двух, там трех, четырех для того, чтобы поставить тот или иной диагноз. Говорить то, что все ненормальные, это более философское утверждение. Но если мы будем говорить совершенно формально, с точки зрения медицины, существуют четкие, более или менее четкие границы. И более или менее разные врачи, даже, возможно, из разных мест, могут поставить более или менее похожие диагнозы. И назначить похожее лечение. Поскольку я был связан с медициной, у меня были курсы подготовки к лицензионным экзаменам врачей, медсестер, фармацевтов, стоматологов и в Израиле, и в Канаде, то я совершенно четко знаю, что эти критерии, они существуют, по ним составляются вопросы, и надо уметь на них отвечать. Вторая часть моей жизни была посвящена клиническим исследованиям, работе с фармацевтическими компаниями, проведение клинических исследований на различных пациентах, в различных клиниках. И уже очень много лет, еще с начала 2000-х. И надо сказать, что, опять же, отношение к терапии, к лекарственным средствам тоже очень такое, я бы сказал, мифологизированное. Кто-то является горячим поклонником фармацевтической терапии, различных таких отклонений, невротических и прочих. Кто-то, наоборот, является противником. Но это, опять же, если мы будем говорить о классической доказательной медицине, средства все-таки применяются в соответствии с определенными критериями. И это тоже не с потолка взято. Да, есть проблемы, есть проблемы в методах, есть проблемы в доказательности некоторых вещей. Но в среднем все-таки эти лечения, они оправданы. Они оправданы. Вот. И это то, что касается как бы умеренной официальной позиции. И надо исходить из этой позиции. Иначе мы будем просто двумя бабушками на скамейке рядом с подъездом рассуждать либо в ту, либо в другую сторону. Если мы коснемся философского вопроса, что есть норма, то, опять же, здесь вопрос заключается в том взгляде на мир, который мы исповедуем. Если это взгляд на мир, где происходит некий синтез в результате борьбы неких противоположностей, где невозможно развитие без некоторого травмирования, где противоречия и конфликты являются основой развития и роста, то такой мир будет восприниматься гармоничным. То есть, вот так вот человек встречается с определенными неизбежными физическими, психологическими травмами, пока он растет. И таким образом формируется его характер и прочие вещи. И поэтому, когда из-за этих травм он плохо себя чувствует или какие-то есть у него в ту или иную сторону изменения настроения, то это считается в пределах нормы. Если ребенка не приняли в компанию во дворе, и он из-за этого два дня лежит, отвернувшись носом к стене, то нельзя сказать, что у него депрессия клиническая. У него нормальная реакция на эти обстоятельства. То есть, именно таким образом можно рассматривать мир, но с другой стороны, можно его рассматривать и с другой философской точки зрения, что он несовершенен, жесток, отвратителен, неисправим. Вот. И тогда, конечно, с этой точки зрения в ненормальном мире ничто не может быть нормальным. Более того, среди буйно помешанных никто не может сохранять разум. Даже очень разумный и здоровый человек, помещенный в среду буйно помешанных, рано или поздно будет реагировать на них и вести себя как буйно помешанный тоже. То есть, если они тихо помешаны, он может обособиться и каким-то образом не взаимодействовать с ними слишком. Ну а буйно помешанные – это те, кто несутся безумно, бьют вас по башке, каким-то образом вмешиваются в ваше личностное пространство личное и все такое. То есть, в безумном мире не может быть нормального разума, нормального человека. Опять же, вот мы просто посмотрели разные подходы. Можно поговорить о религиозной составляющей, которая, скажем, в христианстве объясняет то, что мир является результатом падения, грехопадения. И, соответственно, он лежит во власти сатаны. И, естественно, все мы, пораженные грехом, являемся ненормальными. И возвращение к норме возможно только через возвращение к Богу. В случае христианства – это через Христа, его воплощение в человеке, через его жертву на кресте, через его второе пришествие и прочая система верования. В других религиях мы найдем другие объяснения. Но так или иначе, если мы посмотрим на современную ситуацию, необычно много выставляется диагнозов. Кого ни возьми, по статистике около 80% интеллигенции на Западе принимает антидепрессанты. А сказать, что это новая вещь, нельзя. Да, раньше лекарства были хуже, менее эффективные, с побочными эффектами. А еще раньше, в начале 20 века, все сидели просто на наркотиках, на кокаине, на опии, на самых разных других наркотических средствах. И это известные факты. И Фрейд употреблял, и Королева Виктория употребляла. И я сам коллекционировал старинные газеты. И там буквально объявление я находил. Вадю Кок – это вино, настойка на кокаине, из которой потом возникла Кока-Кола. То есть, в Европе это была кокаиновая настойка на вине, а Пимбертон в 1886 году – просто аптекарь, который стал готовить эту настойку определенным образом, предлагать ее. В качестве укрепляющего напитка она содержала кокаин и экстракт наркотического орешка Колы. Отсюда взялось Кока и Кола. В 1915 году запретили кокаин, в 30-е годы запретили Колу. Остался один только вкус противный, который мы знаем по вкусу Кока-Колы. Но вот совершенно очевидно, люди все время пытались, в более ранние времена люди пытались все время пить. Ну и сейчас многие пытаются пить. Во времена Возрождения и ранее, вода была очень нездоровая, и люди пили пиво постоянно. В античные времена пили вино, вино пили разведенное, но очень много. В среднем римский легионер получал 2 литра вина в день. Я занимался реабилитацией алкоголиков. Я видел людей, которые пьют 2 литра вина в день. Они пьяные. Они все время выпившие. То есть получается, что всю историю человечества мы все время были под действием каких-то средств тех или иных. И поэтому вот говорить о том, что это что-то необычное, что мы сейчас все сидим на антидепрессантах, это нельзя. Когда мы изучаем разные биографии известных людей, мы видим, как депрессии, депрессивные состояния, биполярные расстройства буквально рушили их жизни, приводили к суициду, приводили к преждевременной смерти. Мы можем говорить о Гоголе, говорить о Хемингуэе, который покончил с собой и многих-многих других известных людей. А Ницше, сошедшись с ума, большинство из них, если бы они согласились принимать современную терапию, могли бы прожить гораздо дольше, их состояние было бы гораздо менее острое. Вопрос, сотворили бы они то великое, за что их так ценят, это сложный вопрос. Возможно, что да. Просто это было более что-то взвешенное и менее мрачное, возможно, по сравнению с тем, как это бывает Сартер, посмотрите, послушайте его тексты и прочее. Ну, возможно, Гоголь бы не сжег второй том «Мертвых душ». Да, кстати, это тоже, с чем это связано, Гоголь обратился очень сильно в христианство, а поскольку сам был батюшкой в течение шести лет, мне близок этот загиб. И он пытался свое творчество как бы превратить в что-то поучительное. Он даже пытался переписать настолько известные вещи как ревизор. Он считал, что недостаточно поучительное. А он написал избранные места из переписки с друзьями, поучительные такие письма, которые осудили как те, так и другие, как духовные, так и прогрессивные. А во своем втором томе «Мертвых душ» он пытался сделать какую-то мораль. Чичиков попадает в тюрьму из-за подделки завещания, и там он приходит к покаянию. Но он чувствовал, что это все неправда, это не похоже на правду. И именно вот из-за того, что он чувствовал, что он портит, что он пытается выдавить из себя, из-за этого он это уничтожал и уничтожил. Я думаю, что, да, вот это вот противоречие, оно, да, пожалуйста. Я думаю, что, если говорить про известных личностей, про те же вещества, Булгаков посвятил этому целый роман «Морфинист». То есть, я думаю, что это правда может связано, ну, это, скорее всего, что связано с какими-то расстройствами, которые у них были, как говорится, Есенин был в депрессии. Это, скорее всего, тоже так. То, что говорили, соглашусь, это правда напрямую, как по мне, связано с, ну, просто я как человек, я человек творческий, человек с, ну, неполярным расстройством личности. На самом деле, то есть, есть такое, что когда, то есть, я еще и пишу немножко, то есть, есть такое, на самом деле, что когда ты начинаешь сильно, тебе кажется, что та же работа неправильная, или что-то вроде, или, допустим, в том же университете, когда ты получаешь сильную критику, тебя это может, когда ты не принимаешь никакие препараты, то есть, до того, как я начала принимать депрессанты, термонитики и прочие вещи, это может настолько сильно пошатнуть, что ты можешь разорвать работу, перестать что-либо делать, то есть, либо сидеть и плакать над работой очень длительный промежуток времени, потому что, ну, ты просто не понимаешь, вот у тебя просто в голове голос, вот что-то не так, что-то не так, а ты вот не понимаешь, что конкретно не так, и поэтому я думаю, что у многих, привязывая это к современной медицине и современным препаратам, которые сейчас вышли на новый уровень, то я думаю, многих известных личностей, особенно, которые связаны с какими-то действиями, творчеством, все такое, могло быть те же проблемы, и как раз из-за того, что было нечем гасить эти импульсы и прочее такое, они выходили на какой-то пик, допустим, сжигали свои работы, или там, тот же суицид совершали, потому что суицид это же тоже, там иногда очень такой, опять же, как человек с депрессивными эпизодами, могу сказать, что мысли закрадывались, и это очень иногда импульсивный поступок по мне бывает, особенно, когда у тебя есть расстройство личности, даже депрессия, вот, что еще хотела сказать по поводу, в самом начале еще отсылаясь к вашему монологу, о том, что, по мне, легкий невротизм, который присутствует у всех людей, это не является чем-то страшным, чем-то болезненным, просто, вот, хочу обозначить какие-то спирамки своего мировоззрения на эту тему, ну, и хотела вот еще сказать, что, как по мне, по сравнению с, вот, какими-то, там, прошлым столетиям или прошлым десятилетиям, почему сейчас много кто правда понимает эти депрессанты и вот это все начало больше как-то развиваться и все такое, потому что раньше, особенно, ну, это вот, ссылаясь на, там, моих родителей либо на родителей моих знакомых, то раньше, на самом деле, в том же, ну, это сама, не знаю, вот сугубо моим впечатлением, в том же Советском Союзе же очень сильно эта тема бойкотировалась на самом деле, то есть, об этом не принято было говорить, потому что, если у тебя какие-то расстройства, то ты псих, то есть, ну, на тебя сразу вешали клеймо и ярлык, что, ну, у тебя не просто какие-то проблемы, тебе нужна помощь, или тебе надо лечиться, нет, ты сразу превращался в психа, которого надо отправить на лечение, с которым не шибко хотят коммуницировать здоровые люди, так сказать, то есть, ну, а сейчас эта тема, правда, вышла на более освещенный план, то есть, так же, как мы с вами говорили про то, про то же ЛГБТ, которое вышло тоже на более освещенный план, сейчас это менее быкотируется и менее на это накладываются и люди начали об этом говорить и поэтому, в общем-то, то есть, сейчас мне так стыдно сказать, что я принимаю антидепрессацию или у меня биполярное расстройство, то есть, чем это было раньше, мне кажется, это тоже на много что влияет. ну да, но надо сказать, что не было эффективных средств без серьезных побочных эффектов, это все появилось в 90-е, то, что мы называем БРОЗА, серотонин, реаптейки, ингибиторы, вот, были гораздо более, использовались жесткие препараты с серьезными побочными действиями, либо это были седативные препараты, которые вызывали привыкаемость, я знаю, что там в 60-е годы лечили амфетамином, что? в 60-е годы я слышала, вот, лечить амфетамином какие-то расстройства поведения, что-то в этом роде, ну, наркотиками, я знаю, что мы иногда сильно, ну, давали тоже лечение, мы говорили тот же морфий, давали, ну, психиатрия вообще отличалась очень радикальными методами лечения, электрошоком и прочими вещами, но давайте увидим позитив во всем этом, необходимо понимание того, что практически любые изменения и настроения и состояния психологического, они связаны с биохимией, то есть с взаимодействием определенных нейромедиаторов и прочих и точно так же, как когда у нас происходит расстройство в желудке, мы принимаем таблетки или когда у нас высокое давление, мы принимаем таблетки, точно так же необходимо корректировать фармакологически вот этот дисбаланс иногда вне зависимости и даже не понимая причину этого дисбаланса, но очевидно, что этот дисбаланс приводит к дисфункционированию, к разрушению семьи, невозможности человеку функционировать, работать, к страданию, просто к страданию человека. Вот, и при всем уважении к психотерапии и прочим конкурентам, так сказать, фармакологических решений, чисто на психотерапии при серьезных отклонениях и дисбалансе в головном мозге вы не выйдете, понимаете. И большая часть вот этого чувства беспокойства, подавленности, отсутствия сил, очень много соматических симптомов, боль в мышцах, особенно неспецифических, анемия пальцев, головокружение. Естественно, это все нужно обследовать и искать, прежде всего, искать серьезные причины, но когда они не находятся, и множественность этих симптомов как раз уже указывает на то, что это проявление вот этого дисбаланса, и обычно при применении такой терапии человек начинает себя чувствовать лучше. Почему-то вот есть западня в том, что люди из-за того, что они чувствуют себя лучше, и в то же время они привыкли к себе какому-то совсем другому, они говорят, что я как оглушенный, как оглушенная, я сам не свой, сама не своя, есть опасность суицида при выходе из депрессии, потому что тяжелая депрессия не располагает каким-то действием, а когда при выходе из нее человек может решиться на какие-то вещи, и действительно некоторые препараты они вызывают такие наклонности, поэтому надо осторожно их применять, естественно. Вот, но взвешенный подход здесь совершенно необходим, и для людей, которые много работают с людьми другими, не обязательно только врачи, это могут быть социальные работники, ну вот именно работающие с такими проблемными группами людей, а священники те же, ну естественно медики, они как бы замечают, что ну совершенно очевидно человеку никак нельзя помочь, кроме как попросить доктора выписать таблетки. Вы можете бесконечно ходить по кругу, пытаться проанализировать откуда взялись эти страхи, изменения, подавленность, апатия, симптомы. Человек даже может согласиться и понимать, что это происходит вот из-за определенных каких-то причин, но сделать он ничего с этим не может, потому что это сильнее человека, точно так же как изменение кислотности в желудке или повышение давления или любые другие параметры очень трудно регулировать без фармацевтического вмешательства. Собственно, с этим это и связано. То, что вы упомянули союз, союз достаточно был допотопный, а психиатрические препараты использовались очень жесткие, а практики психиатрические и прочие, даже существовала так называемая, я не помню, как ее называют, подавляющая, наказательная, репрессивная психиатрия, когда заключали неугодных режиму людей в психиатрию, что люди этого боялись и стеснялись. Я, поскольку я жил в то время, я бы не сказал. Это считалось нормальным попасть в психушку. Серьезно? Высоцкий там был, все там были. Я просто со своей стороны столкнулась с такой проблемой на самом деле, что когда я пошла, то есть я из-за того, что я училась в колледже, я ушла после девятого класса еще в Украине, я получается, когда на третьем курсе была, мне было ну, нет, у меня уже тогда было 18, ну, в общем, получается, я, мне, чтобы попасть к психотерапевту, чтобы заручить заручить помощь родителей, то мне надо было сначала доказать, что мне правда плохо, то есть, что я, что мне не просто грустно, что мне не просто, то есть, это не просто какой-то, ну, какие-то там мои личные, как мне очень долго говорили, типа, перерастешь, это переходной возраст, это просто, тебе просто грустно, то есть, я прекрасно понимала, что, отец очень часто мне об этом говорил, что он понимает, что у меня есть проблемы, что мне надо обратиться к врачу, но он как будто не хочет этого делать, потому что потому что как будто стесняются, что я, что у меня повесит клеймо, она ходила к психотерпевцам. Ну, среди мужского населения это был плюс, это отмазка от армии была в какой-то мере, то есть, и вообще этим даже некоторые гордились, не подходи ко мне, псих. Ну, я свидетель того времени, я был молодежь тогдашняя, я родился в 70-м году, то есть, когда умер Высоцкий, мне было 10 лет, 80-х, 14-15 еще был Советский Союз, ну, нормально это было, быть психом, даже, ну, говорю, что я слушала. Вообще, это было деструктивное сообщество, отчаяние, ничего толком строить было невозможно, квартиру получить было практически невозможно, ничего купить было невозможно, заработать ничего было невозможно, можно было только хандрить, творить в стол и очень много пить, курить и все, и говорить о бесконечном несовершенстве той страны и того общества, в котором мы живем. И возникала ошибка полагать, что за границей этого общества существует некая правильная, нормальная, яркая, красивая, достойная, замечательная жизнь. А внешне она именно так и выглядела в фильмах, в рассказах тех редких людей, кто там побывал. Вот, и это создавало серьезную философскую проблему, отодвигая понимание того, что мир весь неисправим, несовершенен, болезненен, конфликтен, и создавало вот эту иллюзию того, что там далеко есть нормальная жизнь, нормальный мир и все такое. Те, кто предприняли иммиграцию, они как раз получили вторую волну разочарования, когда после первичной эйфории, после переезда на Запад или на Восток, в нашем случае около миллиона человек поехало в Израиль тогда, вот, это было в конце 80-х, в начале 90-х, то есть приходилось сталкиваться с тем, что действительно это не только наша страна была в заднице, а весь мир в заднице. Сейчас нам невротикам вообще стало немного легче, после ковида, после вот этой безумной войны и прочих вещей, все меньше людей, которые считают, что мир нормален, что мы придурки. Они сами чувствуют себя очень похожим образом, как чувствуют себя те, кто принимает таблетки. Я помню, когда начался ковид, делать было нечего, и я занимался языками, связывался с разными учителями из разных стран и учился разным языкам. Как все по всему миру очень подавлено расти. То есть не было этого обычного позитивного отношения к жизни, которое особенно можно встретить на Западе. Я в ковид себя чувствовала крайне комфортно. Так поэтому, потому как мы все время себя чувствовали как в ковиде. Честно говоря, я не сильно поменял свой образ жизни. Я и так мало куда выходил и прочее. Вот мы можем собственно сказать, что необходимо поддерживать людей, быть более взвешенными и объективными. Насколько я чувствую на Западе нет тоже какого-то отрицательного отношения к людям, принимающим таблетки с какими-либо диагнозами и так далее. Многие очень легко делятся этим. Я не знаю особых ограничений, которые на них накладывали бы. И как я уже сказал, это до 80% так называемых белых воротничков принимают антидепрессанты. именно группы серотонин реаптейки ингибиторы, которые в народе известны как прозак или прозак. Надо сказать, что применение этих препаратов значительно усиливает энергию в человеке. То есть если вы возьмете двух сотрудников, один, который принимает и второй, который не принимает, тот, что принимает, он гораздо более позитивен, активен и способен сделать гораздо больше, чем тот, который не принимает. Вот такой эффект, может, он не описан. Вторая вещь, они значительно подавляют либидо. А в современном нашем обществе практически для этого не оставлено какого-то места. Оно загнано в угол анонизма и порнографии, либо в неформальный совершенно угол проституции, который пользуется очень маленький процент, либо условно романтические встречи, создание квазис-семьи, семьи сейчас практически не создают, и как бы либидо, оно мешает. На работе его проявлять нельзя, на улице проявлять его нельзя, правильно, обвинят в харассменте. И рациональный человек, ставший винтиком системы, он даже начинает радоваться. В чем речь не идет о потенции, речь идет именно об ангажированности. То есть, если вы не принимаете препараты, думаете о сексе 10 раз в день, будучи в возрасте 30 лет, то принимаете препараты, вы можете думать о сексе два раза в день, один раз в день, или вообще не думать каждый день. И это дает некие, то есть, кого-то это пугает, а кому-то это дает некую степень свободы, потому что вот эта ангажированность, она сильно мешает, особенно в юности она сильно мешает, да и потом она тоже сильно мешает. То есть, когда нету возможности ее проявлять, все меньше возможности флиртовать, каким-то образом взаимодействовать в этом ракурсе, да, то вот такие пластиковые малочувственные люди, они становятся более удобными для общества, им становятся более удобно. Я опять же не говорю, что там хорошо или что там плохо. Вот. вот такие эффекты оно имеет. И собственно вот такие дела. Нет, на самом деле опять же я не спорю с эффектами препаратов, потому что сама понимаю препараты и знаю какие от них эффекты. По поводу на самом деле создания семьи, мне кажется, вот я тоже хотела затронуть тему, раз мы уже заговорили о, так сказать, о людях, которые сходятся в пары, мне кажется, что сформулировать получше, что гораздо легче, наверное, создавать семью, если опять же в оба невротики. То есть на самом деле если в оба невротики, развеять какой-то миф о здоровых отношениях, что-то в этом роде, потому что я замечала очень много, что на самом деле легче коммуницировать людям, которые находятся на той или иной степени того же невроза или может быть каких-то маломайских расстройств, им как-то легче находить контакт, так сказать, я не знаю, вот у меня было такое мнение, может быть я считаю, что это одна из самых неразрешимых проблем современного человеческого общества, когда я ее не смог решить, мой брак, который длился 27 лет, был там любовью всей моей жизни, распался после 27 лет, я еще раз вступил во время на небольшой такой брак на два с половиной года и сейчас уже в третий раз. И я до сих пор не нахожу четкого объяснения, каким образом должны строиться здоровые семейные отношения. То есть в этом была одна из основных причин, почему я покинул церковь и сам, потому что предполагается и в большинстве случаев приходят люди именно с этими проблемами и вопросами и давать какие-то советы и представлять какой-то пример таким образом, не имея возможности их решить самому, я не видел возможным. И написал очень большую книгу о конфликтах с православной точки зрения и как раз остановился на главе конфликты в семейных отношениях и так и не смог ее написать. Издал книгу без этой главы. А в чем же здесь столь ужасная вещь? Я ее вижу. Я здесь вижу в том, что проблему основную в том, что большинство конфликтов они возникают из-за иллюзии, что человек, находящийся рядом, является причиной нашего плохого состояния. и иллюзии, что если его убрать из нашей жизни, нам станет лучше. Нет, это так не будет. Это как иллюзия, как люди, которые говорят, что раньше было лучше. Если ты несчастлив сейчас, ты не был счастлив раньше. Нет такого, что нет такого, что ты будешь счастлив. когда-то, если ты несчастлив сейчас, мне кажется, надо работать со временем в данный момент. Надо еще сказать, что вот это либидо, оно ведь хитро работает. Из-за того, что у нас это основная биологическая программа оставить потомство. И когда мы ее подавляем, ну, за счет возраста, за счет общества, за счет того, что мы уже привыкли к одному и тому же партнеру, он нам надоел, он уже нам неинтересен, опять же, природа требует разнообразия, то вот эта фрустрация неисполняемости и неисполнимости своей биологической программы, она выливается в раздражение на этого партнера как препятствие к ее осуществлению, причем это и с мужской и с женской стороны. Естественно, осознание здесь очень редко бывает, то есть люди начинают жаловаться, что он мало зарабатывает, неправильно зарабатывает, не так живет, она не так готовит, но по-настоящему программа требует продолжения рода, тупо, грубо требует, а либидо снижено, и объяснение, которое человек себе находит, и отчасти это правда, оно снижено из-за этого партнера, потому что природа программирует на разнообразие, даже для женщин, не постоянное разнообразие, но в течение жизни, то есть когда происходит некий цикл, люди сходятся, у них развиваются интимные отношения, может быть рождаются дети или не рождаются дети, так или иначе происходит остывание этих отношений, и подспудный интерес и неудовлетворенность нарастающая внутри. И по сути дела эта вещь, она осознается, не осознается, она и вызывает все остальные конфликты. Я как бы парафразирую то, что все проблемы начинаются с постели и заканчиваются с постели, но действительно вот этот императив, который у нас существует на продолжение рода, он очень упорный, как зубная боль, которая сидит в тебе, ты может даже и не очень его осознаешь, но именно он и вызывает вот эту фрустрацию. Ну, как по мне, как бы начало отношений, есть выражение, что любовь живет три года, если честно, мне кажется, она не шибковерная, и там, смотря по человеку, по людям, которые как бы состоят в отношениях, как по мне, начало отношений, это правда какая-то любовь, страсть, и все такое, потом, когда это перерастает за какой-то длительный промежуток, это просто, наверное, привычка быть с этим человеком, то есть, ты привыкаешь, ты находишь в нем комфорт и безопасность, как по мне, то есть, если это говорить сугубо про отношения, то есть, это уже отходя от темы, мне кажется, немножко. люди не должны становиться тюремщиками друг друга, вопрос верности и неверности, он должен быть абсолютно добровольным, ревность должна полностью отсутствовать в отношениях, даже если человек испытывает некоторую ревность, ее не следует сильно проявлять, так, чтобы замечал другой, нужно понимать, что вы не владеете другим человеком, он не является вашей собственностью, и если вы действительно проявляете к нему любовь и уважение, то вы уважаете и его потребность к общению со всеми и с другими, а градации этого общения, если мы посмотрим, какие бывают скандалы по ревности, они вовсе не только возникают, когда кто-то кого-то застал целующимся или занимающимся сексом, ревность может возникать в отношениях либо совсем беспочвенно, либо при любом намеке на то, что есть кто-то, с кем человек может общаться или женщина может общаться больше и так далее. Вот. Здесь как бы разнообразие от строго моногамных до полиаморных отношений, мы, кстати, говорили, по-моему, что-то на эту тему уже и раньше, во всяком случае мне кажется, что могильщиком семьи является система, при которой будет, вот, если он сделает то-то и то-то в смысле отношений, то я ему не прощу, и я от него иду там и так далее. Так он и сделает это, потому что внутренне он хочет освободиться. Его природное желание, он даже, может, и не захочет изменять, но изменит, чтобы это сделать. И то же самое может быть с женщиной. Наоборот, ощущение того, что вы совершенно свободно находитесь вместе, потому что вам хорошо вместе, и вам все можно, вам все можно, но вам хорошо вместе. Мне кажется, оно гораздо более перспективное и гораздо более ценное, что я ей не изменяю не потому, что мне нельзя, и она меня бросит, и это ужасно, а потому что мне и так хорошо, но мне можно, но не хочется. Может, и будет что-то, может, не будет, может, у нее что-то будет. Понимаете, кто-то скажет, что это утопия, что в таком случае все разваливается. Все разваливается в любом случае. Сейчас настолько трудно удержать отношения и брак, и прочие вещи, что оно все равно все разваливается. А доводы молодых пар, которые я слышал на этом канале, мы не бросаем друг друга, потому что если придется знакомиться с другими, то все будет все равно то же самое. а зачем? В общем, интересный довод для того, чтобы оставаться вместе, не правда ли? Ну, странно. Ну, почему странно? Да, 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 как раз. Нет, так и есть, но в плане все равно это звучит как-то не очень, типа, почему? я сказал более романтично, я сказал более романтично, то есть, да. Романтик внутри меня умирает от таких фраз. Ну, да, это может быть и не очень романтично, да, но что можно поделать. Нам приходится быть хитрыми со своими внутренними позывами, дурацкими животными, которые, если мы игнорируем, они выливаются через какую-то сублимацию, какую-то агрессию, какие-то отклонения. Надо знать, что они есть, надо знать, что природа, которая оттесывала нас в качестве продуктов этого бесконечного естественного отбора, сделала нас таких, какие ей выгодны, то есть, которые подспудно не против размножаться. И вы знаете, в принципе, это должно даже помогать сохранять семью. Допустим, вы смотрите, человек, мужчина смотрит тиктоки, вдруг есть много качественных таких коротких роликов, очень красивые девушки танцуют, что-то изображают, вот это отдавать себе отчет, что это природа. Ты хочешь исполнять природную программу, она молодая, у тебя все еще может встать, и она может забеременеть и родить детей. Вот природа так делает с тобой, что она тебе нравится. и когда ты осознаешь, что это не ты, а некая безумная тупая сила, которая все, что хочет выжать из тебя эту сперму и превратить ее в ребенка, все-таки мне кажется вот такой более философский подход, он сохраняет более или менее, то есть человеку от этого меньше, не то, что ему меньше нравятся красивые молодые девочки, но все-таки он отдает себе отчет, что ему они нравятся именно поэтому, понимаете? Ну, как мы говорили о том, что не стоит всецело следовать своим природным позывам, а все-таки надо больше прислушиваться к человеческому, мы с вами тоже к человеческому, а он и есть природный, и что значит стоит, не стоит, вы понимаете, еще это очень, вы молодые люди, у вас, даже если вы депрессивный и хотите покончить с собой завтра, у вас параллельно есть чувство, что у вас еще вся жизнь впереди, еще будет много-много-много-много всего, а когда люди начинают стареть стремительно, это всегда происходит неожиданно, странно и стремительно, а вы смотрите на своего избранника, который неизбежно становится просто старым человеком, свою избранницу, которая тоже неизбежно становится просто старой женщиной, вот, и то природное, что есть в вас, начинает восставать и говорить, все, вот я заперт с этим, я больше никогда не смогу наслаждаться обществом молодой девушки, да, которая потенциально родит мне детей, которые я нафиг не хочу рожать, потому что не знаю, что с теми делать, которые уже родились, да, и вообще не знаю, что делать со своей жизнью, со своим миром, со всем этим миром и прочее, но мы же этим всем занимаемся, не думая о детях чаще всего, правильно, вот, и все эти у нас побуждения, они не идут так глубоко, хотя мы не должны забывать, что это очень странно, что организм, у которого есть свои интересы покушать, поспать, почему-то должен выполнять программу для того, чтобы вот некой природе было чем заняться в следующем поколении, становиться гробовщиком собственным через исполнение этой программы, понимаете, вот, да, и здесь как бы, ну вот, если честно, ну хорошо, человек, жена его не сдерживает или он не сдерживает ее, ну, бесплатно уже никто на это не идет после определенного возраста и обстоятельств, и все это гораздо сложнее, когда это бесплатно, допустим, они идут на то, чтобы там провести какое-то время с кем-то и все такое, ну все, ну и что, ну отпустила, стало лучше, ну вот она молодая, вот она голая, вот она привлекательная, ну и что, и вот нету этого чувства, что ну все, пиздец, это тюрьма, ты обречен, и когда ты смотришь на свою стареющую подругу, ты думаешь, ну ничего страшного, если мне сильно приспичит, ничего страшного, это моя подруга, она надежная, она меня любит, и ты не скрываешь ничего, и она не скрывает, ну там ей понравился кто-то, тоже уже бесплатно, вряд ли это все можно осуществить, но так ли это важно, у нас в мире вообще ничего бесплатного нету, мы вздохнуть не можем бесплатно, но платно, все же все равно платно, понимаете, вот, я придерживаюсь тут позиции главной, чтобы люди потом любили друг друга, чтобы измены не были какими-то, в плане, чтобы потом не было истерики, разбитой посуды, вот этого всего, то есть, вот то, о чем вы говорите. И разбитая посуда, она возникает, но не обязательно из-за этого, она возникает именно из-за фрустрации, и она возникнет все равно и так, и иначе, и прочие вещи, естественно, такие отношения могут формироваться среди специфических людей, многих есть просто прошивки, действительно, если вы исповедуете такую любовь, как у меня была, там, абсолютная любовь, и все, это было вообще out of the question, да, когда, а если этого уже нет, если это все уже перестало быть, то что себя мучить, понимаете, есть понятие такое, вот окей, вы любите красную икру? Нет, не очень. Что самое дорогое, что вы любите кушать? наверно, наверно, тут пока суши. Ну, хорошо, суши. А вы ведь себе их не позволяете, не потому, что вот вы фактически в данный момент не сможете их оплатить. Если вам уж очень хочется, вы ведь можете себе позволить? Ну, вообще, да. Могу нарыть. Да. А если бы у вас было ощущение, что ни за что и никогда, это же было бы обидно и больно? Ну, конечно. Ну, точно так же и здесь. Угу. Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите в этом плане, просто, ну, я вообще за мир и за любовь в этом плане, то есть, если говорить о людях, конечно, о тех же истериках в отношениях, 40, все такое. Знаете, как приятно смотришь на жену, с которыми у тебя такие отношения, и ты думаешь, а ведь нету такой причины, чтобы вы поругались и расстались. Угу. Если вам все можно, и вы все добровольно, то окей, ну и что? То есть, единственная причина будет, если вам станет плохо друг с другом. Если вы будете обижать друг друга, ненавидеть друг друга, не любить друг друга, но никакие внешние факторы от того, что у нее кто-то появляется, пропадает, или у меня кто-то появляется, пропадает, не могут разрушить семью, потому что не имеет кардинального значения. Ну, я тоже придерживаюсь подобной точки взгляда, если что-то касаемо меня, не сказать, что я думаю, что... Я не знаю, мне сложно говорить, потому что, как я уже говорила, я довольно... Я однолюб, ну как? Мне, когда кто-то нравится, я не шибко хочу встречаться, или вообще смотрю на кого-то еще, но, опять же, я не тот человек, который будет держать своего парня, или свою девушку на коротком привязи, и говорить ему, нет, не смотри, не трогай вообще, закрой глаза, и то есть, смотри только на меня, но мне кажется, это странно, это ненормально. Даже, ну, опять же, не смотря... Когда возникают такие вещи, то мужика легче увезти из семьи, и женщину легче увезти. Если ей хорошо, и у них возникли такой вот уникальный баланс, и увезти-то тяжело, потому что окружающий мир это собственнические мужики и собственнические бабы, с которыми очень трудно построить такие отношения. Да. Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что вот если возвращаться вообще к замечательной теме, что у людей с расстройствами личности, наверное, на самом деле, проявляется посложнее, если говорить уже об отношениях с такими людьми, то на самом деле, тоже довольно обширная тема, и там есть много чего затронуть, и это банально по поводу того, что когда присутствует расстройство личности, какие-то вот такие вещи, ты, допустим, не сильно занимаешься терапией или лечением, то у тебя могут такие вопросы даже несмотря на убеждения, взгляды и прочее, банально загонять, ты можешь из-за этого на самом деле закатывать истерики, хотя ты даже не думаешь об этом или что-то в этом роде, но опять же, мне кажется, что все равно строить отношения можно и нужно, то есть нет такого, что это прям невозможно, вот. Да, и я бы еще сказал, как бы, ну вот в норме я являюсь добродушным, спокойным, позитивным, веселым человеком, но если меня выводят из себя, то по отношению к тому, кто меня выводит из себя, а может быть я переношу на других, я могу становиться желчным, циничным, жестоким и прочие всякие качества нехорошие. Ну да. Вот, но я это все осознаю, почему, почему я такой становлюсь, что мне мешает, что мне не нравится, вот, и то есть то, что можно сказать, вот, анализировать и держать себя в руках, да, вот, такая штука. Ну да, если, опять же, люди с той самой личности вполне осознают и все такое, если это, конечно, не клиника, то тогда на самом деле все, все, все будет по поводу. Я же должен посмотреть, мне кажется, то это не совсем расстройство личности, расстройство личности, это более тяжелые психиатрические изменения. Ну, ну, в плане есть же, как бы, коротации или что-то в этом роде, когда, я очень много общался с ненормальным, очень, но я же был священником, и, ну, а до этого был медиком, а в силу работы священника, служения священника, к нему приходят люди всякие и посылают всяких к нам. И я общался с тяжеловольным, вот. Очень у многих я наблюдал, что в результате терапии у них происходит как бы осознание того, что они нездоровы. И эффекты, которые они наблюдают, типа галлюцинации, слуховых галлюцинаций, ну, вот эти вот, то, что называется мощное отклонение. Когда я учился 40-30 лет назад, у нас сильно делили на психозы, это серьезные отклонения, и неврозы. Ну, да. То, что у нас, это неврозы, да, а психозы это уже вот галлюцинации, раздвоение личности, бред и прочие вещи. Ну, да. Так вот, когда они получают терапию, очень часто я наблюдал, что они осознают, как бы происходит отделение, то есть человека от его болезни. Человек говорит, да, я знаю, что я болен, у меня, я слышу эти голоса, но я понимаю, что это часть моей болезни. Я не следую тому, что они говорят. Ну, да, но я не знаю, насколько это можно, это считается как поправка, но я не думаю, что можно избавиться от тех же голосов и все такое. Бывает, бывает, это ослабляется, перестают слышать и прочие вещи. Нет, достижения существуют. Вот я просто вам говорю, что я встречал не раз людей, которые рационально подходят к тем симптомам, которые они ощущают, а вот когда терапия прекращается, они оказываются полностью во власти этих симптомов. Ну, да, я понимаю так немножко на своем опыте, о чем вы говорите, в плане того, что маниакальная фаза это такая вещь, в которой ты отказываешься и от препаратов, и от терапии, потому что... Да, 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 там всегда это так вот действует, что... Ну, ты просто начинаешь верить, что ты здоров. И снижает, да. Я встречалась, вы знаете, трудно мне всегда им возражать. Возражать оно обычно не действует. Приходишь навещать такого больного, родственники говорят, он считает, что он Христос, Бог. Я ему говорю, вы вот эти очки на столе можете взглядывать, рядом подвинуть. Он говорит, не могу. Я говорю, но ведь Бог, Он всемогущий, значит, вы можете это сделать. Вот, но это бесполезно. Я видела психбольных тоже. Я ходила на терапию в психбольницу и у себя я тоже видела. Причем, если хорошо они подготовлены, они скажут окей. А когда Христа соблазнял сатана, преврати камни в хлеба, он же не стал этого делать. Вот я буду двигать очки. И это сильный ответ. Дарья, это очень сильный ответ. На него очень трудно что-то делать. Потому что там следующее искушение было, прыгни со стены храма и ангелы тебя понесут. А он говорит, не искушай Господа твоего. То есть да, они может быть и понесут, но искушать его нельзя. Человек прям такой. Да, подбитый обычно. Я больше склоняюсь к тому, что мир безумен и в безумном мире ничего не может быть нормальным. Да, я тоже больше склоняюсь к этому. И мучить себя сильно слишком не надо. Не надо слишком сильно себя мучить. Ну, я тоже склоняюсь к этому мировоззрению. Можно это так назвать. Вот. Ну, опять же, просто, наверное, уже пора подводить какие-то итоги нашего диалога. Просто, наверное, хочу сказать, что на самом деле мне, как человеку с тем же расстройством личности, мне очень на самом деле это очень круто, что сейчас идет более такое не распространение, а скорее больше так вот люди относятся к этому абсолютно адекватно. И, в общем, мне очень было приятно себя говорить на эту тему, мы еще и затронули тему отношений, поэтому, мне кажется, было интересно. Да, огромное вам спасибо и спасибо вам за откровенности открытые. вам тоже. Спасибо. До свидания. До свидания. субтитры,